Казахстан Десятки часов интервью, километры пленки, сотни гигабайт отснятого видео. Назарбаев уже давно не принадлежит сам себе. Это скорее медийный бренд, за десятки лет растиражированный в тысячах вариаций. Каково это? Быть коллективным достоянием, но это лишний вопрос, когда дело касается большой политики. Интереснее другое, из чего складывается этот самый бренд? Решительность, справедливость, твердость? Ну да, и это тоже. Но в первую очередь талант общения. Выдающийся государственный деятель, неординарный политик, знаковая личность в истории. Все это по большому счету дежурные формулировки из подарочных мемуаров. Для аудитории, которая уже давно не читатель, в первую очередь важны личные впечатления. И неважно, с кем была встреча – с папой римским или с фермером из Северного Казахстана. Главное – это энергия, главное – это харизма и обаяние в кадре. Именно за это любят, именно это запоминают. И именно об этом прежде всего наш проект. Тысячи встреч и подписанных документов. Сотни непростых решений и сложнейших переговоров. Из этого все эти годы складывались будни Назарбаева. Монархи, мультимиллионеры, главы супердержав. Для политика такого уровня они всегда в первую очередь оппоненты, которые могут быть полезны его стране. И только потом это знаменитости, имена которых склоняет мировая пресса. Запилить селфи-селебрити – это развлечение эпохи айфона и инстаграма. Во времена же кнопочных телефонов снимки делали на пленку, потом распечатывали на бумаге. Но для больших политиков это всего лишь обычные будни. Сначала переговоры, затем заявления для прессы и только в конце фото на память. Но иногда, чаще всего за границей, в протокол вносят креативные поправки. Катание на слонах или посещение достопримечательностей. И тут самое главное, чтобы опытные дипломаты тщательно отработали эту незапланированную экзотику. Ведь лучшая импровизация – это подготовленная импровизация. Но иногда на ситуацию не может повлиять даже всемогущая служба президентского протокола. Так было в один из первых визитов в Турцию. Этнические казахи съехали со всей страны, чтобы своими глазами увидеть первого президента независимого Казахстана. МИДовский ветеран Гани Касыма в тот день оказался вместе с Назарбаевым в самой гуще толпы. Прорвали кольцо полиции. Толпа просто прикоснуться хотела к президенту. Вот у многих слезы на глаза. И значительно толпа. Все было перекрыто казахами, которые приехали не только со всей Турции, где в разных местах проживают, но и с соседних стран. Толпа подняла нас всех. Мы ног не чувствовали, висели в воздухе. Нас в ближайшем окружении раскидало, включая охрану президента. Вот он был вот в таком состоянии. И, конечно, на той стороне они просили, чтобы президент осветил, бата дал благословение этой земле турецкой. Казахам, которые там проживают, получили гостеприимство, возможность жить, работать. И, конечно, он не резал там, никаких этих не было дел, но жертвоприношение в виде барашка, оно было сделано в его честь, что он дал бата. Вот была такая ситуация, но она буквально минут 5-7, ну, это был момент просто озарения для всех тех, кто находился в это время. Ну да, конечно, это так неожиданно еще, особенно для принимающей стороны. Это не запланировано. И принимающая сторона тоже не ожидала, как это. У них все шло по протоколу, и как надо было, как обговорено было. Все шло своим чередом. И вот бывают вот такие, и были много раз такие моменты, когда президента просто носили на руках. И не раз это было. Скажите, вот вы настоящий ветеран внешней политики нашей. Безусловно, бывали на многих встречах самого высокого уровня и сопровождали нашего первого президента. Вот скажите, с вашей точки зрения, может быть, можете вспомнить, какой был самый сложный случай? Ситуация была такая, что при обвале, когда рухнул Советский Союз, законы Советского Союза уже не работали. И многие союзные республики, кроме прибалтийских, они раньше ушли, они остались в вакууме, вот в международном пространстве, в международном правовом поле остались в вакууме. Советский Союз не работал, а еще признаний нашей республики не было. Ситуация была такая, что был неподдельный, огромный интерес к вновь образовавшимся государствам. И когда первый лидер приезжает и без всяких околочностей, выходит и напрямую говорит, ну, его искренность, его харизма, его обаяние... Масштаб личности. Масштаб личности. Они покоряли, люди... Кто-то хотел с провокацией выступить. А желание отпадало. Желание отпадало. Я это видел, я уже между камерами стоял, смотрел и видел, как люди преображались. И потом каждый меня хлопал по плечу. Ваш лидер, о, ваш лидер, окей, ваш лидер, бьютифл. Знаете, еще хочется вспомнить один очень такой знаковый для нашей страны момент в то время. Их тогда, конечно, было очень много. Но один из... Это приезд Альберта Гора сюда. Он тогда был вице-президентом в администрации Клинтона. И у нас есть видео совершенно потрясающее, где вы идете рядом, встретив в аэропорту делегацию американскую. Вы идете рядом. Как всегда, как бы сейчас выразилась молодежь, вы так на стиле, у вас такой шикарный кожаный плащ длинный, такая шапка меховая. Прекрасно выглядите, глаза горят. Мы все были, как вы отметили у меня, в меховых шапках. Да. Это была андатор алматинского мехового завода. Так вот, вся наша делегация внизу была в андаторовых шапках. А вся американская делегация без головных уборов. Хотя было прохладно. И вот они на нас смотрели. Вот это тоже признак самодостаточности и доказательности нашего благополучия. Андаторовые шапки меховые с блеском, с отблеском. И, конечно, они вот так это смотрели, смотрели. Все в шапках этого андаторовых таких упакованных. Так что, вот, а мы вот смотрели, а как они без головных уборов. Это они тогда не в столицу в нашу прилетели. Столица тогда еще не была. Это в Алмате было, да, в Алмате было. А вы плащ, вы плащ. Вот ваш покорный слуга сидит в костюмах казахстанского производства. Могу вам показать. Вот, казахстанская легкая промышленность. И туфли у меня тоже казахстанские. Видишь, я полная реклама для нашей легкой промышленности. Те годы действительно прошли, что называется, на высшем уровне. Переговоры, переговоры, сплошные переговоры. И среди визави Назарбаева сплошные звезды большой политики. Тетчер, Клинтон, Миттеран. Борис Николаевич тоже частый гость в Казахстане. Журналистов в ту пору по большей части интересуют его отношения с алкоголем. А вообще, скажите, пожалуйста, вот мне интересно, какое шампанское обычно у нас подавали вот на таких приемах? Какое брали? Вы знаете, мы всегда отдавали предпочтение советскому шампанскому. Это, я считаю, до сих пор один из лучших напитков среди этой категории шампанских. Поэтому у нас шампанское было полусладкое, вы помните, сладкое, полусухое, сухое. И это было для нас обыденным таким явлением. Мы просто брали его, покупали в магазине в каком-то и привозили там, это делали. То есть без затей, да? Без всяких затей, ничего, нет. Я желаю всем казахстанцам, всей нашей благословенной земле мира, удачи, благополучия. Каждой семье счастья небесного, Всевышний, чтобы оберегал, Всевышний, чтобы сохранял дух, силу, энергию, потенциал нашего народа. Потому что этот народ достоин того, чтобы быть лидером среди других наций, народов. За мир во всем мире, за счастье и благополучие каждого. На камеру БЕС с первым президентом за эти годы общались тысячи людей самых разных профессий. И тут делаем неожиданный вывод. Одни из самых близких ему – космонавты. Они тоже просто обязаны быть улыбчивыми и обаятельными. А Казахстан еще 30 лет назад обязан был иметь свою собственную космическую программу. Космос, с которым у Казахстана особые отношения еще со времен Белки и Стрелки, остается важным аргументом во вполне земных делах. И в первую очередь, как рычаг воздействия на Россию, которая внезапно лишилась своего главного космодрома. Во-вторых, Байконур для республики – это выход не только в безвоздушное пространство, но еще и в западный земной мир. Вместе с космонавтами-казахами на орбитальную станцию с символичным названием летают и американские, и европейские астронавты. Приземляются экипажи тоже где-нибудь под Карагандой. Бескрайняя степь и еще более бескрайний космос становятся фактически соседними локациями. Далгат Мусабаев не первый казах в космосе, но первый космонавт независимого Казахстана. С первым президентом имеет давние особые отношения. Вот «Космическое братье», как ее называют. И я попытался и пытаюсь вписаться в эту семью. Далгат Мангельевич, расскажите, пожалуйста, а как вы попали в отряд космонавтов? Кто в итоге принимал решение? В отряде космонавтов случайных людей не бывает. И решение тогда, в те времена, принимала только Москва. Причем это проходило все через ЦК КПСС, естественно, и вплоть до Политбюро. Еще в советское время я отбирался в состав отряда космонавтов. И, значит, очень много было всяких во время моего прохождения, очень много было административных всяких препонов. Идеологические там, в том числе национальные. И вот, значит, решающую роль сыграл, конечно, Нурслан Абрич Назарбаев, потому что он видел несправедливость, которая происходит. Уже 30 лет к тому моменту, почти 30 лет уже с космодрома Байконур стартовали, значит, космические корабли с людьми с различных стран, представители разных народов. Но нашего представителя не было. И Нурслан Абрич непосредственно начал заниматься сам этим вопросом. И, можно сказать, слово такое проталкивал этот вопрос через верховное, значит, руководство СССР, включая Горбачева. У меня была возможность примерить на себе кресло каждого космонавта. К сожалению, я понял, что я теперь уже не влезаю ни в это кресло. Поэтому я думаю, что нас, канцлерам, остается только завидовать этим парням. И желать им счастливого возвращения. Тогда, в то время, президент очень много уделял внимания Байконуру. Часто приезжал, встречал вас, провожал вас. Вот как вы думаете, почему тогда, в то время, было такое внимание к космосу? Да он вообще, он любил космонавтику даже в те годы, когда еще речь не шла о полетах казахских космонавтов. Значит, он лично ведь встречался и с Гагариным, значит, да, и с Алексеем Архипчелеоновым, моим учителем непосредственно, и, значит, с Терешковой Валентиной Владимировной. Вот огромная честь выпала мне, что он не только меня провожал в космос, как это делали многие другие президенты стран, но никто никогда из президентов не принимал участие, значит, во встрече на посадке, в самом месте посадки. А то есть он приезжал, вот куда приземлялся вот эта капсула, да? Он приезжал туда, когда вот вас доставали из этой капсулы? Он не приезжал, а он прилетал на вертолете. Значит, грязь, вот мы приземлялись в ноябре как раз, и грязь страшная, неимоверная была. И, значит, он прилетел на вертолете, значит, ну, со своей свитой, и пошел прямо на встречу по грязи, по этой, значит, встречать у спускаемого аппарата. И здесь немножко поправлю вас, нас никто не вытаскивал, как некоторых. А, значит, я лично сам выскочил, еще и встал на ноги наверху спускаемого аппарата. У всех там, значит, чуть ли инфаркт не случился, потому что люди обычно, да, вот вы правильно сказали, вытаскивают, правильно, и несут, значит, лежа. Давайте вспомним вот тот памятный прямой эфир с президентом, где он вас приветствует, говорит, Талгат, как ты там? Он тогда действительно от себя и от тех, кто находился в зале, прямо обратился ко мне и говорит, Талгат, ты это, там ближе к Всевышнему находишься, попроси, говорит, для нашего народа, для нашей стороны благополучия и счастья и процветания. Удалось попросить? Ну, я просил все время, все время. Далгатан Андреевич, вот примерно такой флаг вы брали с собой на орбиту. А скажите, что потом с ним стало? Первый раз в 94-м году, потому что первый раз полетел космонавт независимого Казахстана, и я взял лично по своей инициативе, никто мне не давал этого, никаких заданий не было у меня, я взял флаг нашей страны, герб взял страны, значит, и Коран тогда, значит, вот что-то мне стукнуло, и я взял Коран, значит, на флаг посередине я поставил печать станции Мир, которой теперь нету ни станции Мир, ни печати, а флаг наш с этой печатью и моя подпись, фломастером черным, так и осталось, значит, вот на этом месте. И это я подарил нашему президенту. А вот знаете, как у звезд, да, с них же обычно потом вот вещи все снимают, да, и разбирают там поклонники, а вот вы что-то свои какие-то вещи личные кому-то дарили, были такие прецеденты? Ну, люди пытаются, значит, что-то попросить всегда, для этого мы, значит, с собой брали фотографии кое-какие, особенно ценится с подписью, с подписью мы, значит, дарили, и конверты, вот есть коллекционеры, которые собирают конверты, ну, вот эти почтовые, и там, если есть подписи там всего экипажа, то это какие-то... До десятков тысяч долларов на стоимость, да? Ну, там у них очень дорого все это, мы этого ничего не знали, мы, значит, такие простые были, так дарили. А потом мы узнаем, говорит, конверт там стоит 500 долларов, у кого 600 долларов, значит, конверт один, значит, вот, ну, мы не знали это. Ну, что делать, такие мы. Простые казахстанские космонавты. Да, вот так вот. В большой геополитической игре обаяние и харизма имеют огромное значение, но первым делом смотрят на козыри, которые выпали в раздач. Казахстану достались нефть, газ и ядерное оружие. Появление игрока с такой колодой в начале 90-х больше всего взволновало американцев. Мягко говоря, взволновало. Стало понятно, что партия не будет простой. Каждый захочет выгодать максимум. Американцы полного разоружения и выгодных контрактов, Казахстан реальных инвестиций в экономику. В феврале 1994 года президент Назарбаев летит в Соединенные Штаты Америки, где недавно победил молодой обаятельный демократ Билл Клинтон. Трансатлантический перелет такого уровня всегда событие крайней государственной важности. Но в этот раз все было обставлено не просто на уровне, а на исключительном уровне. Во-первых, незадолго до визита Казахстан покупает первому президенту новейший двухпалубный Boeing 747. До этого для дальних перелетов Нурсултан Назарбаев использовал правительственные самолеты российских авиаленей с российскими же пилотами. Во-вторых, в этом визите главу государства сопровождает большая казахстанская делегация бизнесменов. Назарбаев ясно дает понять американцам, что Казахстан всерьез настроен на деловое партнерство. И первый шаг уже сделан, ведь купили американский Boeing, а не европейский Airbus или российский Ил. Этот визит назовут дипломатической победой Назарбаева. Буквально через пару месяцев в Алматы срочно прилетит Альберт Гор договариваться. А Вашингтон увеличит объем помощи Казахстану на сотни миллионов долларов. Назарбаев доказал, что кто бы ни сидел за столом, он умеет сохранять покер-фейс и обаятельно добиваться своего. Рейнбек, расскажите, пожалуйста, вот о той самой памятной поездке в Соединенные Штаты Америки. Почему тогда президент взял с собой бизнесменов? Как вы думаете? Мне кажется, одна из главных причин, это то, что он абсолютно искренне хотел, чтобы зарождающий казахстанский бизнес рос, чтобы казахстанский бизнес имел контакты и коммуникации с мировым лидером. Да, это Штаты все-таки, мировой лидер практически во всех областях. И понятно, что можно добиваться неких встреч с крупным бизнесом, но это практически невозможно. Поэтому, конечно, президент сделал некий такой шаг, который позволил сразу на другую ступень. Это совершенно новые люди пришли к власти, молодые люди, имеющие положительные амбиции, чтобы американское общество сделать еще лучше. Поэтому думаю, что эти политики, они все же работают на 21 век. И мне было очень важно, чтобы лидер Казахстана с ними наладил нормальные отношения и работал в полном взаимопонимании. Безусловно, и президент, он прочувствовал, с каким материалом, как говорится, ему предстоит строить, выстраивать страну, выстраивать бизнес, частный сектор. У президента действительно такая колоссальная фантастическая коммуникация. То, что президент действительно многим содействовал, президент действительно создавал колоссальные условия, это факт. А вот мы, знаете, недаром запустили себе в студию вот этот вот самолетик чудесный. Я знаю, что там какие-то удивительные истории связаны именно с этим бортом. Не, ну это понятно, что это был первый, во-первых, полет беспосадочный, по-моему, часов 14, Алмата-Вашингтон. Ни один самолет за всю историю этого не делал. В одном месте президент собрал и чиновников, которые тоже только становились чиновниками. Ну, так сказать, литу, сливки страны. Да. Там были директора крупных предприятий. Вначале их называли красными директорами, так называемые. И там был вот зажаждающий бизнес, мы, которые, да, там, буквально год, два, три, мы были вот все вместе. И 14 часов общего полета, обмен эмоций, обмен мнениями, да, там, знакомства, да, там, ну, какие-то вот, ну, в общем, байки, истории, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, там много за эти 14 часов президент несколько раз выходил, вот. Ну, еще хочу заметить одну штуку, что самолет-то это тоже непростой. Это самолет, многие не знают, мне кажется, но это самолет, на котором раньше летал Майкл Джексон, то есть он передвигался по своим большим гастролям и нанимал именно этот самолет, вот. Вот, поэтому, ну, он такой, ну, скажем, легендарный, да, то есть на нем, на нем летал Майкл Джексон, да, и на нем летал наш президент. А вот когда вы прилетели в Соединенные Штаты, вы помните, с кем вы там встречались, вот? Как мне кажется, особых таких больших там проектов не было, но как развивается Америка, да, там, в каком она направлении, да, что нам предстоит пройти там в ближайшее время, потому что мы-то велосипед не создавали. Вот он, ну, в общем, цивилизованный путь, там, выстраивание индустрии, частного бизнеса, да, там, вообще капитализма как такового, вот тебе яркий пример. Знаете, есть такая информация, что в те годы, ну, кроме, разумеется, поставок сюда импортной техники, у вас была всего лишь автозаправка, а президент вас представил там как крупнейшего нефтепереработчика, это действительно так? Ну, это вот было интересно, конечно, да, там, ну, вот я говорю, там, Шеврон стоят, да, там, Таталь, ну, другие компании, вот, ну, и когда там же, понятно, по каждой компании справочка, да, там, ну, и вот там, владелец автозаправочных станций, у меня так было, да, там, ну, очень ясное дело, что когда мы там подробно уже там о чем-то говорили, ну, в общем, это было чуть-чуть смешно. Мы создавали рабочие места, но условия для этого, безусловно, это же вопрос за политиками, это вопрос за президентом, и как быстро эти реформы должны решаться. Вот это вот, ну, вот здесь, конечно, президент своего воли и своим опытом, и своей коммуникабельностью, да, то есть то, что он фактически встречался со всеми ведущими лидерами мира, да, там, как губка тоже впитывал все вот те нюансы, которые есть в выстраивании страны, те нюансы, которые есть там в промышленной политике, да, там, в социальной политике, это, ну, он тоже учился. Рейнбек Баталов из той поездки в Штаты не привез многомиллионных контрактов. Как и большинство казахстанских бизнесменов, он еще долго занимался импортом техники и электроники. Это приносило вполне неплохую прибыль. Видеодвойка – это, наверное, был хит, там, двухкассетники, радиотелефоны, камера, да, там, вот это, наверное, то, что прям, ну, для госорганов это, понятно, были ксероксы, да, которые мы, продавали компьютеры, ну, еще раз те же самые радиотелефоны, элементарно, калькуляторы, ну, в общем, такая интересная пора была, конечно. За четверть века казахстанцы не разлюбили японские и корейские бренды, но вот продукты потреблять теперь предпочитают местные. Выращено в Казахстане, значит, свежее и натуральное. Рейнбек Баталов теперь тоже выращивает яблоки и продает молоко. Человек всегда, кризис может быть, да, все, что угодно, но есть и пить он будет всегда. Поэтому мне кажется, что это достаточно хороший, стабильный бизнес. Главное, чтобы был драйв, главное, чтобы тебе это нравилось, вот. Молоко 5 тенге литр и здесь торгуйся, не торгуйся, все равно не уступят. А масло 20-25 тенге. Что есть и пить, кому верить и как лечиться, казахстанцы по-прежнему узнают с экранов. Только к телевизионным в последние годы добавились еще экраны мобильников и планшетов. Но умение пробить стеклянную стенку и достучаться до зрителя остается редким качеством. Назарбаев, которому это всегда удавалось, уже 30 лет остается главным ньюсмейкером. Как? Картинка. В современном мире легитимность власти придают не только законы и выборы, но и телевизионные камеры. Политики существуют до тех пор, пока их показывают по телевизору. В первые годы независимости, когда еще не существовало социальных сетей или анонимных телеграм-каналов, в вечерней новости наглядный отчет о проделанной работе. И главная суперзвезда сюжетов, естественно, президент Назарбаев. Здесь важно все. Кого принял, кого не принял, в какую страну полетел с рабочим визитом и что сказал другому президенту или нерадивому чиновнику. Попутно население узнает и журналистов, входящих в так называемый президентский пул. Особенно любят тех, кто при общении демонстрирует естественную непринужденность. Проводимые реформы в Казварде, можно сказать, будут усилены за счет придания областному центру статуса специальной экономической зоны, что позволит здесь создать более особые условия. А завтра президент республики Нурфултан Назарбаев отбывает в Ташкент, где примет участие во встрече глав тюркоязычных государств. Но об этом в нашем завтрашнем репортаже. Толгат Асанов, Бахтубай Шаханов, Ерлан Бекхожин, Хабар. Ерлан Бекхожин сегодня уважаемый медиаменеджер и шеф главного государственного канала страны. 20 лет назад был одним из первых репортеров президентского пула. Так называют неформальную группу журналистов, которые делают новости на самом высшем уровне. Ерлан, расскажите, пожалуйста, а как вообще попадают журналисты в президентский пул? Как вот вам удалось это? Ну, я вот лично, как я попал, я не помню, потому что редакционные задания были, я просто выезжал. Там еще бывает иногда договоренности с пресс-службой, когда она просит именно конкретно какого-то журналиста. Молодой, красивый, образованный, да? Где-то, может, засвеченный, поэтому меня и приглашали. Но на тот момент я хочу сказать, что выбор был на Хабаре очень большой, потому что была очень сильная команда. Но это были лучшие из лучших, такая элита журналистики, наверное. А вот на пресс-конференциях, которые проводили главы государств, существовала какая-то цензура или, может быть, какие-то ограничения для журналистов? Ну, допустим, сбивается график визита, достаточно плотный, и начинают носить корректировки. И говорят, ребята, пожалуйста, по одному вопросу. И каждая сторона задает один вопрос. Или, ну, условно, три. Или говорят, нет, сейчас главы государств выступят с заявлениями, на этом заканчивается брифинг. А так, чтобы вот не задавайте такие вопросы, нет, я такого не помню. А вот тогда, коль про вопросы заговорили, может быть, запомнился какой-то вопрос нашему первому президенту, вот такой яркий? Ну, как правило, запоминаются такие острые вопросы, которые требуют такого мгновенной реакции. И восточной мудрости. Да, восточный мудрости, такой сбалансированный должен быть аргументированный ответ. Но на моей памяти многие задавали ему вопросы, но никогда его не ловили, не заставали его врасплох. Он всегда отвечал с юмором, шуткой, такого не помню. Ну, я запомнил свой первый вопрос президенту, потому что вот в начале 90-х была такая традиция, что мы главу государства встречали в аэропорту, особенно когда за рубежных поездок он возвращался. Мы прямо утрапа его пытались поймать. И мы по неписанным каким правилам первый вопрос задавали телевизионщики. Я тогда работал на радио и решил сломать эту традицию. Президент идет мимо журналистов, и я выкрикиваю, ну, Русултан, и от волнения отчество у меня вылетело. Смотрю, президент так шел на мгновение, на секунду остановился и пошел дальше. Все на меня, ты что? Я говорю, ребята, от волнения у меня вылетело. Вот я вот это запомнил. Вот скажите, когда вы уже работали в президентском пуле, что для вас было самое сложное, или вообще для журналистов, что самое сложное? Это, может быть, длительные перелеты, может быть, ожидания, может быть, какой-то напряженный очень график? Помню, был визит на антиядерный саммит, и работа началась у нас по местному времени где-то в 7 утра. И рабочий график закончился где-то в 5 утра по времени Астаны. Мы фактически сутки работали, но реально было тяжело. Конечно, вам же нужно сразу выдавать это в эфир. Да, выдавать это готовить, но глядя на президента, никакой усталости не было видно. И это, конечно же, нас, я не знаю, вдохновляло, где-то и удивляло, но вот напряг был такой приличный. Я не один доклад, мои помощники здесь сидят, пусть скажут, если это не 18-й мной написанный вариант, если про диктофон и на диктофон, я говорю, да, у меня очень мало времени, у меня отпуска, иногда выходные. Поэтому я диктую на диктофон. Мне помогают мои ребята изобрели, изложить ее в тексте. Вот, тем не менее, вы прошли большую школу новостей, вы были репортером, вы работали в президентском пуле. И вот тот самый стендап, про который мы уже с вами говорили, это, конечно, телевизионные журналисты знают, что это один из самых, наверное, сложных моментов в профессии. Это стендапы, это выход в прямой эфир. Но профессионализм-то никуда не денешь. Поэтому, да, мы хотели вот предложить вам такой челлендж. А что если мы сейчас, у нас вот тут камера припасена, что если мы сейчас пройдем с вами к этой камере, и вы в день первого президента, в праздничный день, вот произнесете такой некий стендап, вот посвященный этому дню. Давайте пройдем, попробуем. Прямо сейчас? Да, конечно. Да? Вот видите, Ерланд Хальжанович, мы подготовились, аутентичнейший микрофон. Да, раритет. Да, раритет, да, это настоящий хабаровский микрофон, камера, битакам, тех лет, так и работали, оператор, все специально подготовили. Так что теперь вот слово профессионалу, праздничный стендап. Спасибо, попробуй. Праздничный стендап. Сегодня 1 декабря, день первого президента, и в связи с этим я вспоминаю одну историю. Во время одной из командировок я встретился, это было в Израиле. С одним очень мудрым профессором, и общаясь, он мне сказал, говорит, вам, казахам, казахстанцам, повезло трижды. Я говорю, почему трижды? Он говорит, во-первых, ваши предки вам оставили такие огромные, большие территории. Во-вторых, это не просто земли, это богатые земли минералами и всевозможными ресурсами. И самое главное, третье, у вас такой президент. Вам очень повезло с Нурсултаном Назарбаевым. Я полностью согласен с этим профессором, поэтому я хотел бы поздравить всех с днем первого президента. И давайте ценить этот праздник. Ирлан Бихожин специально для КТК. Нормально? Пойдет, да? Но главное применение президентской харизмы и обаянию на переговорах, зачастую сложнейших и изматывающих, когда все стороны по законам жанра пытаются выгодать для себя максимум. В первые годы независимости в республику слетаются представители крупнейших мировых корпораций. Всех, конечно, интересует главный энергетический ресурс, без которого никуда, даже в постиндустриальном обществе. Уже в 90-е становится ясно, нефть – залог политической и, прежде всего, экономической независимости страны. Разрабатывать и добывать углеводороды на западе Казахстана стали еще в начале 20-го века. Но масштабов нефтяного бума 2000-х, конечно, никто и представить себе не мог. И главный из проектов – Кашаган. Даже у обывателей захватывает дух. Миллиарды баррелей, искусственные острова прямо в море и экстремальные температуры от минус 40 зимой до плюс 35 летом. В разработке Кашагана принимают участие все главные нефтяные корпорации планеты. Но открывает крупнейшее за последние полвека месторождение президент Назарбаев. Для Назарбаева Кашаган не просто грандиозный нефтегазовый проект. Это стратегический фактор развития на десятилетия вперед. Церемония запуска тоже должна быть обставлена с должным символизмом. В пару к президенту ищут ребенка. Лишний раз подчеркнуть – все для них, для будущих поколений. Берег УАП, которого президент тогда помазал нефтью, успел отучиться в Англии и устроиться инженером на Кашаган. Берег, вы сами помните тот день, когда 20 лет назад вы вместе с президентом Назарбаевым открывали месторождение на Кашагане? Все, что в тот день было, было впервые. Впервые увидел президента, впервые увидел море, впервые полетел на вертолете, месторождение увидел первый раз. И все это как бы из-за того, что это впервые для ребенка. И, кажется, все запомнилось мне очень хорошо. Скажите, а что вот все-таки больше всего поражило? Первый президент, море, месторождение? Ну, для ребенка, может быть, тогдашнего в сети президент, эта тема, может быть, тогда не была такой важной для меня, потому что, ну, ребенок маленький, все, что, маленькие детали интересные, а само потом мероприятие, когда мазали нефтью, это все потом уже со временем для меня дошло, что это было очень важное для нашей страны событие. А скажите, как так вообще произошло, что именно вас выбрали на эту церемонию торжественную? Мы искали ребенка, который может там оказаться, потому что это все-таки море, производство, опасности. В то время искали среди сотрудников, кто там работал, кто имеет ребенка, мальчика, примерно 7-летнего возраста, потому что 7 для казахов, символичное число. И так оказалось, что отец работал, имел все нужные доступы безопасности, и сын у него имелся, и я. И, ну, так сложилось. Поначалу мои родители были против, потому что казахи, как бы, суеверный народ, они думали, что сглазят, там, увидят маленького ребенка, на весь мир показать ребенка и, может быть, сглазить. Потом, значит, поначалу мы отказались, потом уже руководство, компании, все, как бы, переубедили нас, и что мы потом уже пошли. Ну, мам, наверное, больше всех переживала. Ну, да. Ну, мама, ей, кажется, тогда большую роль делала, потому что она готовила меня, потом все амуниции, бомжи. Как никто же спецодежду не шьет для детей, как бы, все это для взрослых, потом перешевывать надо. Можно сказать, что это событие с президентом предрешло в мою судьбу, и у меня, как бы, все было автоматом, как бы. То есть это ваше желание, ваши мечты совпали, в общем, да, с вот этой торжественной церемонией, и так у вас после этого все гладко пошло. Как бы вас благословили, в общем, на вашу профессию. Да, можно сказать, что тогда же тоже президент, когда мазал меня нефтью, он говорил, что это для будущего Казахстана. И, как бы, он этим олицетерял, что я, как бы, который там стою, и мое поколение будет в будущем, которые будут эту же нефть добывать. И, мне кажется, для меня было такой важным моментом, что на меня, как бы, тоже возлагает надежду таким образом. И я, как бы, эту надежду хотел, чтобы она со мной жила всю жизнь. Прежде всего мы поставили на ноги тяжелую промышленность, зарабатывая деньги, начали поднимать другую экономику. Вот таким образом поднялись, и я верил, что именно это правильный путь. Благодаря кручению инвестиций, благодаря все же стабильности в стране, вера людей. Все же не буду лукавить, мне, наверное, верили, больше никому было верить. Скажите, Берик, не могу не воспользоваться моментом, чтобы не спросить, а как там у нас на самом деле-то с нефтью на наш век хватит? Нефть Кашагана хватит нам, нашим детям и детям наших детей, как бы. И в этом плане я уверен, что этого нам достаточно будет. Ну, вы нас успокоили. Берик, я предлагаю еще раз вернуться к теме нашей казахстанской нефти и чуть-чуть еще поговорить о ее качестве. Но для этого нам нужно с вами пройти в нашу мини-лабораторию. Пойдемте. Ну, давайте, пойдемте. Берик, признаюсь вам честно, мы когда готовились к записи этого интервью, нашу всю съемочную группу волновал только один вопрос. Почему цвет нефти такой странный? Вот на тех самых знаменитых кадрах в Кашагане, она, знаете, похожа больше вот либо на разведенный вот чай, либо вот, может быть, такая вот, как коньяк, да, плохого качества. Хотя мы же все привыкли, смотрим документальные фильмы, художественные, когда показывают месторождение, где вот нефть пошла, и все радостные бегают, и вот мажут себя там друг друга. Вот это, и она где-то, ну, наверное, вот такая черная, и люди все вот черные, как бы она даже какая-то вот жирное такое ощущение. А какая на самом деле, вот вы как человек уже многоопытный, профессионал, с хорошим образованием, она все-таки, какая нефть на самом деле, какого цвета? Ну, если пройти тому знаменательному дню на Кашагане, ту нефть, которой меня мазали, она примерно имела вот такого цвета, ярко-темно-желтого. А если говорить уже, то после того, как я уже начал работать и начал видеть нефть, которую мы добываем, она примерно вот такого цвета, да, цвета коньяк, как вы сказали. Ну, сама нефть, как бы, она считается опасным веществом, в нем содержится много химически опасных элементов, из-за этого нанесение его прямо в лицо тоже нежелательно. А в то время, в 2000 году, было решение, решили так, что, чтобы они обезопасили эту нефть, они добавили туда молоко. Но это мне уже потом сказали, когда я уже начал работать, мои коллеги, которые тоже прочитали в литературах. То есть получается, что киношники, да, когда показывают даже документальные кадры, где вот она вот такая черная, и они себя прямо вот чуть ли не купаются, то есть они нас опять обманывают? Ну, можно сказать, да, потому что, ну, такая нефть тоже присутствует, на Земле есть такая нефть, но это зависит от элементов, которые имеются там. Если много тяжелых углеводородных элементов нефти, то окрас имеет темного цвета, как здесь. Чем светлее, тем она легче, как бы, а и в дальнейшем уже для переработки, для подготовки нефти, для других нефтепродуктов легкая нефть считается, как бы, лучшей. То есть наша нефть вот такая, да, она, значит, лучше, чем чья-то другая вот такая, правильно? Да, можно сказать, да, легкая наша нефть, она лучше. Говорят, что в большой политике дружбы не бывает. А вот бывает ли дружба у больших политиков? Назарбаев многие годы на своем примере демонстрирует, как надо это делать. Искренне дружить, оставаться преданным и поддерживать, что бы ни случилось. Пожалуй, один из старейших соратников – Ахмеджан Есимов. Из тех, что бывали с Назарбаевым в самых разных переплетах. Восхождение на пик Абая. В честь 150-летия Абая Павел Максимович Новиков, генерал, руководитель ЦСКА, он предложил подняться на пик Абая, попробовать, что это такое, побывать летом на ледниках. И в честь 150-летия Абая была организована первая альпиньяда, которая с тех пор постоянно, каждый год организовывается. Это очень серьезная работа. Конечно. Восхождение. Я помню, что после восхождения мы начали восхождение в 5 утра. И только в час дня забрались на этот пик. Потом пошел дождь, горад, молнии и так далее. Спуск непростой был. И у него сейчас в музее есть эти перчатки, которые пригодились только на одном восхождении. Это действительно очень серьезная работа, тяжелая работа. Вот он как потом спустился, сказал, Паша, он так обращался к Павлу Максимовичу, если было бы у меня силы, я бы сейчас тебе погладил. Во всех отношениях, и в критических, и вот таких, скажем, немножко экстремальных, он всегда оставался человеком прежде всего, и мог хорошо пошутить, хорошо сказать и так далее, расположить. У казахов всегда так, когда не поедешь, подарят. Через еще год приедешь, говорит, и твоего коня волк додрал. Самая красивая встреча у меня. Но ярче всего та самая харизма Назарбаева проявляется, когда напротив женщины. И неважно, это железная леди или хрупкая девушка. Если хочешь понравиться женщине, если она красивая, говори, что ты умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если не то и не другое проходит, скажи, как ты похудела. Наследство от Советского Союза независимому Казахстану достается не только аполитичный Новый год, но и гендерное 8 марта. Термин эмансипации мало кто произносит вслух, ну а вот выходному рады все без исключения. Для власти Международный женский день – лучший инструмент работы с доброй половиной электората. В Акарде становится традиционным формат праздничных встреч с отдельными представительницами прекрасной половины. Выбирают по общественным заслугам, талантам и личному обаянию. Кажется, что в этот день даже служба государственной охраны работает в особом формате. Иначе как еще объяснить появление на режимном объекте девушки с гитарой? Позвольте поприветствовать вас и продолжить наше лирическое отступление. Если вы разрешите, то хотелось бы немного изменить формат нашей встречи и исполнить для вас песню под гитару. Пожалуйста. Спасибо, Мария. Мария Голицкая – та самая девушка с гитарой из Акарды. Свой стиль называет альт-романтик-соул-рок, хотя президенту пела просто душевные песни. Для вас это было неожиданностью вообще получить это приглашение? Или уже какие-то намеки Вселенная вам посылала? Или вот вам позвонили и сказали, Мария, готовьтесь, вот вы завтра придете на встречу? Это было действительно неожиданно. Так и было. Позвонили и сказали, Мария, вы приглашены на встречу с президентом в Аккорду. Вселенная, я думаю, что каждый может помочь Вселенной сам. Как именно я, мне удалось попасть, как именно я была приглашена на встречу, я не знаю, по какому принципу выбрали именно меня. Но я думаю, что в Казахстане есть место чуду, если хорошо учиться, усяжно трудиться, быть конкурентоспособным и делать свое дело с душой. А что вам подарил президент Назарбаев, если не секрет? Что вы сделали с этим подарком? Мне, как и всем дамам, которые присутствовали на этой торжественной встрече, были подарены цветы, общая фотография с Норсултаном Абишевичем и изделия отечественного бренда. Цветы и фотографии я передала маме, чтобы ей было приятно, чтобы она могла мной гордиться. Изделие лежит у меня в шкатулке. На память, на долгую память. Мария, сегодня день первого президента, и, конечно, по всем законам, жанрам, мы просто не могли вас отпустить без музыкального подарка, без музыкального сюрприза. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, Но ты мне улица родная, И мне погода дорога. Но ты мне улица родная, И мне погода дорога. На этой улице под грозком Гонял по крышам голубей, И здесь, в своем перегрестке, С любовью встретил связь своей, И сам не рад, Что я встретил, Моя судьба полна тобой. Зачем, зачем На белом свете Есть безответная любовь. Мне не нужна судьба иная, Мне ни на что не променять Ту заводскую проходную, Чтоб люди вывела меня. Ту заводскую проходную, Чтоб люди вывела меня. На свете много улес и улес, Но не сменяют адрес ее. В моей судьбе ты стала главной, Родная улеса моя, В моей судьбе ты стала главной. Родная улеса моя, Субтитры создавал DimaTorzok